приветствую вас друзья грех не воспользоваться когда у тебя такой прекрасный препараты гель для укоренения радигрин спасибо еще раз александра вот и я сегодня нарвала всевозможных разных черенков это вот совсем новое у меня экзотичная там ель ну и всяких тут классических вы видите тут и можжевельники и все на свете тут что у нас еще то имеется и кипарисовики имеются и сейчас в общем что я буду я буду пробовать конечно же укоренять это все но пока у меня времени нету этим заняться я все это сперва нарезала и поставлю в воду это первое условие если вы сразу не черенкуете потому что меня еще не подготовлена моя емкость для черенкования ребят как только вы нарезали череночки хвойных их нужно обязательно сразу поставить воду там есть свои очень тонкости чтобы они не пересыхали поэтому они меня простояли часика в два воде но это все потому что я не смогла сразу все обустроить вот на моя готовая уже будет емкость в ней я взяла вот такие разовые контейнеры сверху все конечно же затяну пленкой про грунт мы уже с вами сто раз говорили и много раз сейчас грунт немного тяжелее потому что я добавила в него песка но в целом грунт все равно остается рыхлым и легким сейчас я все это заполню вот сюда наши емкости и начнем с вами самый интересный этап черенкования готовый грунт мы проливаем проливаем водой вместе с экстрактом хвои мы тем самым обеззараживаем защита от вредителей можно и фитоспорин то есть любое другое аналоговое средство здесь у меня я вам рассказывала что разные варианты я сейчас нарезала и горную сосну что тут у нас еще и кипарисовик вот он сейчас все тоже пойдет что мы дальше делаем дальше мы вот так вот отрываем пяточку это самое главное чтобы у хвойных оставалась вот эта пяточка если она слишком вот видите да большая мы ее немного укоротим ну как затупились ножницы ну и самое теперь основное где наша упаковка то упаковка от радигрина александра спасибо тебе еще раз за гель для укоренения пробуем его теперь на череночках хвойных мы будем окунать но и так как здесь вот много зеленой массы я все-таки немного это отрежу вот как-то так оставлю так я думаю будет правильнее окунаем делаем лунку и сажаем под углом 45 градусов сначала примять нужно весь грунт обязательно далее сделать лунку высадить под углом и опять же вот так вот примять вокруг так проделываем со всеми то есть нам здесь важно получить вот эту вот пяточку у хвойных если она слишком большая то укорачиваем ее суть думаю надеюсь ясна далее поддерживаем это все во влажном с высокой влажностью в теплом помещении это будет стоять меня пока в зимнем саду и будет накрыто все натянута пленкой раз день я буду проветривать в принципе все условия мы будем соблюдать будем смотреть обещают очень быстрый ранний срок укоренения вот так выглядит ребят череночник уже все готово осталось затянуть пленочкой ну и я еще не выдержала посмотрите еще там какой большой остаток высадила вот сюда вот ведерко всем спасибо за внимание что смотрите мой канал если вам все интересно подписывайтесь задавайте вопросы дальше будет интересно спасибо